Так, ко мне пришел товарищ Макс с проблемой позвоночники. Макс, рассказывай, чё тебе. Всем привет! Проблема с позвоночником. Приседаю со штангой. Только рассказывай мне уже, там-то ладно. Приседаю со штангой, вот так вот гриф держу. Так. Поприседаю, и потом, примерно через сутки, начинается сдавливание. Вот здесь вот ощущение сдавливания. Хочется сделать так, но когда я делаю скрутки, ну, разные упражнения, это не выходит, как бы, не... Поясница болит? Поясница не болит. То есть, поясница прохрустывается, всё ок. Но шея, да? А шея... А сейчас какие ощущения, с чем пришли? Прямо сейчас уже нет. Утром было сильно сдавливание. Ну-ка, дай-ка, извини, пожалуйста. Поверни голову ко мне на меня, посмотри, до упора. Так, не больно, нормально. И туда, посмотри. Куда тебе легче поворачивать, не понимаешь? Оба одинаково. Оба одинаково, да. Вот так, как будто бы сюда... Едите с комфорт при занятии со штангой, да? Ну, всё. Сейчас будем заниматься Максом. Сейчас мы ему немножко подрихтуем спинку, поставим баночки, а потом похрустим. Миша, давай, творит. Сейчас мы разминаем Макса, сейчас мы разминаем Максу спину, перед тем, как сделать хороший хруст, хорошую иммунальную терапию, человека надо как следует размять. Потому что очень большую ошибку делают мануальщики, которые делают хруст, не разминая. Конечно, они достигают своего результата. Но ко мне очень часто приходят люди после таких мануальщиков с панической болезнью хруста и вообще самого слова мануальная терапия. Поэтому перед тем, как человека прохрустеть, перед тем, как человека проработать, его нужно разогреть, чтобы его кожа была красная, горячая, хорошая. Массаж я делаю достаточно плотно и мощно, для того, чтобы человек чувствовал, что уходя отсюда, что он поработал. Видите, как он кричит позитивно. Максу сейчас хорошо. Воздух удавлю. Ничего, ничего. Тебе полезно. После этого мы поставим баночки, а потом немножко прохрустим. Итак, делаем динамичный массаж вот такой вот вакуумной банкой. Эта процедура, к сожалению, немножко может быть болезненной. Кому эта процедура болезненна, я ее делаю в лайтовом варианте, кому не болезненна, я ее делаю в более жестком варианте. Но здесь я аккуратненько. Нет, я говорю, мне можно это сделать. Да, ну, Максу мы можем делать. Здесь не пофиг. Может появиться небольшая, скажем, такие вот синячки, но это не страшно. Как правило, после пятого-шестого сеанса такие синячки уже не появляются. Ну что, теперь приступаем к постановке вакшевых банок. Сейчас мы вакшевых банок поставим баночки, чтобы перед манипуляцией он был, скажем так, максимально расслаблен. Что у него сейчас от удовольствия стекала слюна на пол. Потому что на самом деле банки вначале дают такой резкий явный дискомфорт, а потом наступает очень мощное расслабление. И вот сейчас Максиму мы расслабим очень мощные мышцы. Принцип действия очень простой. Когда мы ставим банки, мозг вначале это считает состояние опасным для себя, а потом, когда мозг понимает, что опасности никакой нет, он дает сигнал расслабиться мышцам, и человек расслабляется. То есть эти банки дают очень мощное расслабление мышцам. Но, как и у любого другого метода, у вакуумной терапии есть свои противопоказания. Это различные критические ситуации, гипертония, гипотония, онкологические заболевания, нарушение целостности кожных покровов, инфекционные заболевания и так далее. Но если нет никаких противопоказаний, то пожалуйста, банки можно ставить полным ходом. Сейчас Макс полежит 7-10 минут с баночками, а дальше мы приступим к вануальной терапии. Так, Макс, секунду. Ты просто... Ну вот, Максим, я тебе поставил сейчас банки, расскажи свои ощущения. Кайф. Как будто меня за гриву держит. Хорошо. Ты чувствуешь какое-то расслабление? Вот уже пошло расслабление? Да, да. Многим кажется, что это дико больно, что прям хочется выпрыгнуть. Ну давай, Макс, опровергни тебя. Нет, нет, такого не было. Ощущение сжатости сначала. И потихоньку расслабляется тело. Я чувствую, как прямо такой жар на спине. Покажи хоть, пошевели руками, там пальчик большой, покажи. Нет, чуваки. А то вдруг это закадровый голос, а ты труп. Все, Макс, наслаждайся. Ну вот, Максим, я тебе поставил сейчас банки, расскажи свои ощущения. Кайф. Как будто меня за гриву держит. Хорошо. Ты чувствуешь какое-то расслабление? Вот уже пошло расслабление? Да, да. Многим кажется, что это дико больно, что прям хочется выпрыгнуть. Ну давай, Макс, опровергни тебя. Нет, нет, такого не было. Ощущение сжатости сначала. И потихоньку расслабляется тело. Я чувствую, как прямо такой жар на спине. Покажи хоть, пошевели руками, там пальчик большой, покажи. Нет, чуваки. А то вдруг это закадровый голос, а ты труп. Все, Макс, наслаждайся. Позвольте салфеточку, Макси. Вдох. Выдох. Напишите в комментариях. Вы, наверное, сейчас все вспоминайте все супер-боевики со Шварценеггером. Встало. Куда надо, походу. Итак, починка шеи Макса. Кадр первый, дубль первый. Макс, вдох. Выдох. И расслабляй голову. Супер. Супер. Макс, больно? Так, Макс, держись таким вот образом. Сейчас будем на себе делать мануальную терапию. Американский, вдох. Выдох. И расслабляй. О, ты музыкальный. Ближе ко мне. Подвинься, Макси, стол. Держи себя. Держи себя в руках, мой юный друг. Кому страшно, можете закрыть глаза. Вдох, Макс. Выдох. И расслабляйся. Вообще супер. Итак, корректируем позабедренные суставы Максима. Отлично. Держи себя. Держи себя. Держи себя. Расставь ногу. Хорошо. И одну разу. Подвинься немножко наверх. Еще чуть-чуть. Теперь стоп. Расставь ножки максимально. Так, Макс. Руки за голову. Сцепи пальцы в замок. Локоть вперед. Вдох, глубокий. Выдох и расслабляйся максимально. Супер. Ты прям музыкальный. Так, Макс. Вдох. Уйдет. Готово. Так, ну что, Макс, рассказывай, что поменялось после массажа. Сейчас мы его промяли как следует. Все разжалось. То есть, шея свободнее себя чувствует? Да, да. Грудной отдел, плечи нормально, да? Да, да. Нету чувства давления, сдавленности сзади. Все, Макс. Береги себя. Всем его. Снимай. Снимай. Продолжение следует...